Иван Ларин Пять лет он прослужил на Тихоокеанском флоте. Первое боевое крещение Иван Яковлевич получил во время военного конфликта с Финляндией. Позже он окончил курсы младшего командного состава и был назначен командиром катера-тральщика 1-й бригады Таллиннского морского оборонительного района Балтийского флота. Там его и застала война. Катера-тральщики, небольшие военные корабли, были предназначены для обезвреживания мин, высадки десанта, разведывательных операций. Обезвреживание мин – дело чрезвычайно опасное. Неудивительно, что на протяжении всей войны команда катера-тральщика ходила рядом со смертью. Особенно опасно было зимой, когда непрерывные штормы, туманы, снегопады затрудняли работу. В августе 1941 года караван судов оставил Таллиннский порт и ушел курсом на Кронштадт. Погода стояла тихая и солнечная. Сигнальщик, старший матрос Алексей Павлов, внимательно смотрел за воздухом и водной поверхностью. Вдруг он крикнул «Самолеты противника справа!» Командир приказал приготовить пулеметы к бою. Фашисты атаковали наш транспорт. Одна бомба попала в судно, вспыхнул пожар. Катерный тральщик Ларина получил приказ спасти людей. Осторожно продвигаясь к транспорту, Ларин маневрировал, уклоняясь от обстрелов вражеских самолетов. Когда катер подошел к загоревшемуся судну, моряки приняли на борт катера 18 человек. Остальных членов команды спасли другие корабли. О работе катера-тральщика под командованием Ивана Ларина рассказала в ту пору и главная газета страны «Правда». Ларин привел катера-тральщики в район, густо минированный немцами. Стояло ясное утро. Морская ширь блестела голубой лазурью. Командир катера внимательно наблюдал за морем. Корабли шли по минному полю. «Право руля!» Внезапно прозвучала команда Ларина. Катер отклонился в сторону, и все увидели мину. Взорвав ее, тральщик продолжал движение. К вечеру развернулись новые сражения. На катер налетели 16 вражеских пикирующих бомбардировщиков. Их встретился следоточенный огонь корабельной артиллерии. И все небо покрылось густыми шапками разрывов. В тот день тральщики уничтожили 22 мины. Когда в октябре 1944 года шли бои за Моадзунский архипелаг, катер Ларина двое суток находился в гуще сражений. Подвозил боеприпасы и подкрепления десантникам, поддерживал их огнем, эвакуировал раненых. Откатываясь назад, фашисты пытались использовать любой рубеж. Закрепились они и на острове Эзель. Катер-тральщик Ларина участвовал в высадке десанта на остров. По сигналу «высадить десант» его судно развило предельную скорость и вырвалось вперед. Слева и справа от корабля вставали огромные водяные столбы. Фашистские орудия стреляли без умолку. Но катер мчался вперед. Первым высадив десант, Ларин не спешил уйти из зоны обстрела. Он видел, что один из катеров сел на подводные камни и мог быть уничтожен фашистами. Несмотря на сильный огонь противника, он приблизился к пострадавшему катеру, снял его с камней и вывел из опасной зоны. Катер Ларина провел 320 операций по троллению вражеских мин. Многократно подвергался массированным налетам авиации противника. Прошел за годы войны десятки тысяч миль. Спас от гибели более 500 бойцов и командиров. 6 марта 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии Мичману Ивану Яковлевичу Ларину было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны он еще три года нес службу на флоте. После демобилизации работал в управлении Тралового рыбопромыслового флота. Находился на партийной работе. В дни отпуска Иван Яковлевич предпочитал проводить в родных беженских местах, там, где прошли его детство и юность. Он умер в 2001 году. Имя Ивана Ларина высечено на мемориальной доске, установленной на якорной площади города-крепости Кронштадта.